Как раз перед нами ворота Троицкого кладбища, где и похоронена Надежда Андреевна Дурова. Видите, вдалеке как раз ее памятник, ее такой вот надгрузный камень. И впереди скульпторная композиция Дурова на коне, знаменитый скульптор Федор Лях, московский скульптор. Вот эти ворота. И вот здесь как раз на территории Троицкого кладбища стояла была степена вот на Троицкой. Помните, я вам говорила, разобранная деревянная церковь, как раз ее перенесли сюда. Затем была построена каменная церковь, очень красивая, с тремя белыми колоннами. Но в 1918 году, когда у нас произошла в России революция, и все церкви и мастыри стали разрушать, вот эта же участь постила и Троицкую церковь. А здесь были похоронены самые купеческие династии нашего города. В адресе родителей Шишкина были похоронены, и купцы из Дирбасова, Чернова, Рюшкова. Вот такие вот Троицкое кладбище. Троицкое кладбище, оно сейчас в таком состоянии находится, надгробные памятники, которые были найдены во время раскопки, восстановлены. Территория огорожена, но, к сожалению, не восстановлена. Надо сказать, что вот Спасский собор и вот по Троицкую церковь покладывают динамит. Но чудом уцелевший, конечно, Спасский собор после трех раз. Первый раз человеческий пакет играл роль, второй раз динамит был оцелевший, тоже не взорвалось. Но Божье провидение так распределило, что Спасский собор чудом был сохранен. И, конечно, говорят, благодаря иконе Спассни рукотворного, которой в этом Спассном соборе и была эта икона написана. Вот мы сейчас с вами подъезжаем к музею. Дело в том, что здесь был целый больничный городок. Вот этот музей, одноэтажное единственное здание, которое осталось уцелевшее, здесь было порядка пяти-шести таких же зданий. Это был целый городок больничный, зеленого, бледно-зеленого цвета, тогда еще в советские времена, барачного типа. Это были, конечно, больницы. Диспансер здесь был и для лечения алкоголиков, так скажем. Ну вот, затем было принято решение, все эти больницы, они оба отмечались, уже были сметены. Здесь была сделана такая зона, установленная память к Владимиру Михайловичу Беслеву. И вот единственная, вот и левшая из детской больницы, из нее сделали как раз музей в детской медицине.